друзья всем привет а сегодня в видео мы вместе с вами не только обработаем новые орхидеи купленные в магазине и у одного из зрителей нашего канала орхидеечку а цветашку но еще и эту а цветашку вот эту вот мы ее сегодня с вами пересадим несколько дней назад я просил в комментариях написать в какой грунт хотели бы вы пересадить и уже известны результаты два варианта пересадить эту орхидею но об этом чуть позже а сперва я хочу друзья приготовить раствор и обработать орхидеи ну я вместе с вами обработаю вот эту вот от цветашку а уже наш нашу новенькую орхидею вот такую роскошной красотку которая стоит вот здесь вот рядом со мной я уже обработаю ее отдельно за кадром вот но ничего в этом страшного нет на примере вот этой орхидеи вы будете знать те кто получил в подарочек орхидеюшки те будут знать что можно как обработать цветущую орхидеи тем более что видео на нашем канале предостаточное количество о том как мы обрабатываем цветущие орхидеи и они продолжают цвести и вот буквально чуть меньше трех месяцев назад вот на заднем плане стоит орхидея вот она орхидея модеста которая похожа своим цветением на цветение груши мы уже с вами обрабатывали перед новым годом а ее и еще одну цветущую которая стоит вот здесь на заднем плане новенькие орхидеи обрабатывали и они продолжают цвести это к вопросу о том что некоторые люди которые увлекают увлеклись только орхидеи переживают зато а можно ли обрабатывать орхидеи цветущими от грибковых и каких-либо там а бактериальных а гнили делать такую своеобразную профилактику в прошлых видео мы с вами две новенькие орхидеи сперва значит папа или ну точнее новую белую вот эту орхидеи мы папа или это был первый такой это а второй этап мы ее про стимулировали одновременно мы сделали про стимулировали папа или про стимулировали ее стимулом антистрессовым препаратом ну собственно вы только что видели сегодня у нас 9 марта она выглядит очень даже ничего и вот сегодня у нас основная процедура это наконец-таки пересадить вот эту вот орхидеи но прежде чем это сделать давайте приготовим раствор в котором мы будем обрабатывать эти две орхидеи чки и так я взял друзья 200 грамм обычной комнатной температуры отстоявшейся воды и возьму все хорошее новое это забытое старое хочу напомнить вам про топаз это наверное один из доступнейших препаратов в наших магазинах которым прекрасно можно делать профилактическую обработку наравне с такими там препаратами как пример привикур например да но мы с вами уже недавно им обрабатывали орхидеи они прекрасно себя после обработки чувствовали но топаза мы уже пользуемся не один год и он тоже себя неплохо зарекомендовал в отличие от привикура топаз всегда имеется в продажах магазинах поэтому я собственно сегодня им и пользуюсь и сегодня у нас будет такое знаете ну скажем доступные средства доступные пересадки с некоторыми дорогими компонентами но в экономичном их применении вот так вот я ведь его ты сегодня сказал и так для начала давайте замешаем топаз у нас есть видео на канале точнее не видео а плейлист в разделе плейлистов который так и называется топаз для орхидеи и там десятки видео наверное на протяжении последних трех лет в которых мы снимали применение вот этого топаза мы его и не разбавленным и разбавленным и замачивали и пшикали как только мы его не использовали во всех своих проявлениях и применениях он очень очень хорош но единственный момент что все таки нужно лучше придерживаться а инструкции а его применение а это именно значит один миллилитр топаза на два на два литра воды это и замачивать и опрыскивать им можно одинаково но сегодня у меня здесь 200 миллилитров это значит сколько получается мне нужно сколько нужно мне капель с учетом того что примерно 20-25 капель у нас находится в одном миллилитре жидкости значит пол миллилитра у нас на один литр до воды это получается ну получается одна капля 1 2 капли но мы возьмем 5 капель капнем я думаю что хуже не будет пять капель будет нормально тем более что мы будем применять его не замачивая корни орхидеи не держа долго в растворе а мы обработаем по листу поэтому 5 капелек на 200 на 200 250 миллилитров раз два три 4 5 ой ну чуть больше да у нас получилось вот этого будет достаточно наверное да так вот такая вот помутнела видите как вода такой знаете характерный характерный такой запах пошел сейчас я лишнее но 200 миллилитров хватит мне на 2 орхидеи чтобы протереть все листики орхидеем так вот она наша орхидея и просто вот такой объем воды друзья на самом деле не очень удобно заливать разные поливе за тары чтобы я просто вот таким вот ватным диском аккуратно возьму протру листья вот так вот основание все листики вот так друзья понятно что я это делаю на камеру для видео если бы не это видео я бы это сделал бы в ванной комнате над ванной естественно чтобы вот этот вот раствор мне не капал здесь на столе но так как я орхо блогер поэтому я вот так вам показываю конечно же нужно одеть перчатки одеть средства индивидуальной защиты на дыхательные ну то есть респиратор можно одеть вот все ну и я еще друзья смочу смочу друзья воздушные корни воздушные корни и смочу друзья вот этот вот пенечек огрызочек который мы с вами зачищали вот его тоже я вот так вот смочу и пока мы будем с вами готовить грунт я думаю что все он успеет подсохнуть так ну вот так вот я листьями его обратно сюда в кашпо положу вниз пускай сохнет и раз уж пошло такое дело я возьму второй ватный диск второй ватный диск и уже на ладно чтобы по два раза одну и ту же процедуру не делать вот так вот смочу и покажу вам на цветущий просто взяли друзья и с обратной стороны вот так вот все ну и можно с верхней стороны все протерли вот так у меня капает здесь у меня лежит поднос поэтому я не переживаю я сейчас поднос потом уберу и все все капает у меня на поднос вот так все листики мы протираем тапаз вообще изначально советские ученые российские ученые придумали для теплиц для тепличного хозяйства бороться с мучнистой вот этой вот бедой с ржавчиной вот но скажем садоводы огородники профессиональные заметили что применение топаза помогает избавиться от гнили всевозможных гнили и поэтому топаз он такой завоевал огромную популярность у и садоводов огородников цветоводов так как он прям вот средства очень очень хорошие в общем еще раз напомню что у нас на канале есть плейлист который называется топаз для орхидей и там собраны все видео где где мы применяем и как мы применяем топаз в том числе и на цветущих орхидеях мы даже орхидеи а помните прям потрошили вместе с корнями прям в этот раствор кунали целиком минут 10-15-20 держали доставали и сажали и чувствовали себя орхидей замечательно так ну пока они у нас просыхают давайте теперь поговорим о грунте какой грунт я хочу использовать но сперва хочу сказать о том что значит у нас зрители канала проголосовали в комментариях и выбрали два варианта посадки вот этой вот орхидеи первый вариант это значит пересадить орхидею в новый в новый а грунт который мы недавно получили на обзор совершенно честно об этом я сказал что изобретатель предложил это был сфагнум эко но значит и второй грунт это значит предложили посадить орхидею в триферн перемешав триферн с архиад и триферн это корни древовидного папоротника у нас есть отдельно плейлист на канале который так и называется триферн для орхидеи и в нем собраны видео в котором в котором которых мы экспериментировали и посадили все возможные варианты и орхидеи в этот триферн от маленьких орхидеев 17 и деточек отделенных от цветоноса до взрослых и пораженных гниением орхидеи и друзья триферн у нас в этих экспериментах оправдал все наши ожидания даже более орхидеи прекрасно себя чувствует наращивать корни и так далее там подобное и гниль на орхидеи затормозилась то есть очень долго если без триферна орхидея быстрого погибла и вот значит зрители вы предложили вторая часть зрителей предложили в триферн с архиад и но немножко поразмыслив я пришел к выводу что триферн то у нас как бы не самый дешевый и бюджетный грунт точнее грунт компонент ровно как и вот он триферн ровно как и сама архиада то есть триферн дорогой и использование его на сто процентов в горшках это ну скажем так не дешевое удовольствие кстати вопрос задавали а какого качества у меня триферн и многим присылают свалявшийся триферн точнее свалявшийся а вот в таких пучках друзья он такой должен быть его просто нужно ломать а потому что это вот выглядит вот такими вот палками корнями вот это же корни и просто нужно измельчать чем мельче вы их измельчить измельчите тем он соответственно будет лучше работать на увлажнение и меньше мешать в посадках поэтому я брал его и пока он сухой я его ломал вот я его прям ломал 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 в большой емкости и значит продолжу то что триферн у нас не дешевое удовольствие вот просмотреть какой пучок прям спрессованный я его вот так вот вот поэтому я решил его разбавить и посадить сегодня орхидею триферн перемешанный с обычные друзья вот такой вот корой корой сосны самый обычный самый доступный которая продается не только в магазинах но и на вальдбересе и на озоне на а и в любых магазинах и особенно очень много такой коры такого вот качества самая обычная простая не обработанная просто собранная это средней фракции кора в группах в контакте в группах ну фейсбук сейчас отключен в группах в одноклассниках общем полно этой коры продается и она самая-самая бюджетная и вот сократить расходы на посадку я решил вот такой вот корой потому что архи это тоже не самое скажем такая бюджетная кора это раз и во вторых с учетом сегодняшних реалий вполне возможно что в ближайшее время и архиату мы не увидим а если увидим то она будет еще дороже поэтому я решил взять кору и размешать грунт 50 на 50 половина это это триферн а вторая половина это кора и вот так вот это все дело перемешать с триферном тоже надо аккуратно работать потому что он прям пылит с него пыль летит прям такая знаете ощутимая а что еще я сегодня хочу сделать сегодня тоже у нас еще будет один бюджетный компонент не все хотят дружить с мухом с фагнумом или скажем так не у всех это получается вот вот так вот мы перемешали смотрите как вот так ну если чем и еще добавим так ну вот намешали а теперь значит а во что буду сажать сажать буду вот в такой вот горшок арты из новой серии он немножко сужен и немножко вытянут это раз второе буду вот такую палочку применять но об этом чуть позже и третье тоже один из мало не из мало важных моментов это то что я решил сегодня не использовать фитиль из мха сфагнума естественный фитиль а вместо мха сфагнума использовать вот этот вот фитиль из бельевой синтетической веревки который очень хорошо справится с задачей подъема воды из нижней части вверх чтобы постоянно увлажнять грунт для того чтобы орхидея стимулировалась к росту корней если вы заметите у нашей орхидеи не так много корней нам нужно чтобы внизу постоянно присутствовала влага а с учетом того что триферн он не поддается гниению как утверждает производитель в течение семи лет и за счет того что мы его памятами помешали с необработанной корой который тоже очень долго приходит в негодность то я могу сказать что в ближайшие два-три года этот грунт ну скажем так будет неплохо работать и в нем не будут происходить какие-нибудь нехорошие гнилостные процессы так ну вот так пока я буду показывать вам вот так друзья они же чуть-чуть ну что начнем пожалуй фитилек я потом чуть-чуть вверх подыму вот поближе к корням а для начала я дачу для начала начинаем что ли давайте закину немножко на дно сюда вот так вот немножко под трамбую сам триферн так сейчас еще друзья немножечко вот так вот фитиль чуть повыше фитиль чуть повыше главное чтобы он у меня не выскочил чтобы не пришлось мне его вот так теперь берем орхидею нашу и примеряем ее а нам нужно вставить палочку палочку и так ее вставить так ее вставить чтобы она попала в центральную дырочку сейчас покажу в какую вот вот одну из этих ну в этого вдавленного вот этого участка вот она дырочка к ней к этой палочки мы за цветонос закрепим орхидею ввиду того что у нее практически нет корней и триферн он с корой все-таки пушистый и легкий грунт я не хочу чтобы это орхидея болталась как одно вещество в проруби кстати обратите внимание как быстро растет корешок вот из-под снятого листика который мы сняли прям такой прям не по днем а по часам и вот собственно к этому к этому а фитилю я и хочу немножко вот так вот корешки значит корешки а нет корешки тут ну да корешки корешки вот так вот направить а вот этим вот цветоносом к этой палочки поближе так сейчас я немножко корешки эти надо вот так вот под закупать и теперь возьму зажимы опа вот и закреплю к этой палочки об в двух местах чтобы орхидею мне немножко держалась так и вот так пока что вот ну все а теперь начинаем ее подсыпать грунт вот он так аккуратно друзья работает надо стрельферном потому что он реально пылить вот так сейчас я все поближе покажу вам главное чтобы палочка сейчас встала в распор между кусочками коры и никуда не шевелилась вот так вот трамбою бояться не надо друзья вот вот так вот слушайте ну прям уже можно так сказать немножко уверенно носить чуть-чуть надо орхидею приподнять потому уж слишком глубоко она у нас села прям чуть-чуть вот так вот наверное похлопать кроличьей лапкой для того чтобы под эту орхидею под утрамбовался грунт так но еще чуть-чуть сейчас я возьму намешаю вот так так но вы знаете я наверное даже немножко три ферна просто сейчас вот здесь на корне положу новые которые полезли у орхидеи вокруг основания вот так вот и потом кусочками коры еще по накидаю вот так и теперь кора фух я уж прям это немножко потел так ну вот так вот у нас получается и опять немножко три ферн вот так я сейчас покажу что у нас получилось так фитиль у нас достаточно по длине палочку немножко я вот так вниз чтобы она у меня уперлась потом в дно внешнего кашпо но все как то вот так получается друзья сейчас я покажу поближе вот смотрите вот так у нас получилось значит оставляю немножко смотрите как сделал почему я ее немножко ниже посадил на тот случай если орхидея но сейчас орхидея как бы без корней и вполне может так случиться что орхидея для того чтобы начать растить корни она может один из листьев нижних отсушить то есть начать с него вытягивать вытягивать с него питательные вещества и буквально там через месяц через два этот лист может отсохнуть и отсохнув друзья орхидея получится уже над грунтом будет высоко и тогда высока вероятность что она начнет завалиться поэтому я поглубже чуть-чуть и и посадил чтобы было пространство чтобы сверху можно было потом подсыпать грунт вокруг основания чтобы орхидея оказалась в нужном таком уровне с грунтом из поверхности вот этого горшка то есть прям все по фэн-шую так ну что вот собственно говоря и все вставляю девочку что это у нас беглиб серии а бы кот в мешке вот кот в мешке мы так назвали эту орхидею кот в мешке вот так вот я ее чтобы было видно что это кот в мешке все друзья вот такая вот посадка теперь насчет значит когда буду поливать вот завтра и полью эту орхидею сегодня она постоит вот в этом грунте подсохнет от до конца подсохнет от отопа за которым мы ее протерли ну плюс если какие-то там вдруг микро травмы получились на корнях то она как бы под заживет подсохнет и завтра я ее полью следующим образом я значит замочу орхидею вот на этот уровень в случае если будет всплывать всплывать грунт потому что триферн легкий и он в первое время вытягивается на поверхность воды и выдавливается из воды то положу сверху галышек камушек ну можно кусок щебенки какой-нибудь чистенький либо галыш а морской камушек такой кругленький так мы собственно и делали когда орхидею на слой сейчас кстати вот намок триферн и перестал всплывать вот как пример вот как пример у нас монтерей вот он маленький монтерей я положил камушек вот он прям растет не по дням уже по часам корни он они видите и он первое время был на мокрых пяточках смотрите это все корни его вот такая вот монтерей и вот здесь вот лежит сверху галышек который придавливает но триферн намокает и потом перестает всплывать вот такие вот у него интересные свойства так дома сюда до подхрюкивает мне под столом моя собака все вот такая вот очередная красоточка пополнила нашу коллекцию я я сюда дома ся еще наверное еще возьму один одну прищепку еще под прихвачу чтобы поплотнее вот так держалась все вот ну и все пока орхидея корни не нарастит я эту палочку а убирать не буду все друзья а вот такая вот сегодня посадка кота в мешке всем хорошего настроения всем добра здоровья и до встречи в следующем видео всем пока пока